В 2012 году в систему Муравленковского здравоохранения удалось привлечь 14 новых специалистов. Однако проблему нехватки кадров решить до конца так и не удалось. Больница по-прежнему остро нуждается в педиатрах, анестезиологах и врачах функциональной диагностики. Утоление кадрового голода и дальнейшая модернизация системы здравоохранения теперь задача номер один года 2013. Подробности у РНС Тобавшина. Проблема нехватки кадров в медицине характерна для всей страны. По оценке Министерства здравоохранения сегодня в России недостает около 200 тысяч врачей. В прошлом году Муравленко удалось привлечь 14 новых докторов, но проблему это не решило. Дело в том, что более 40% сегодняшнего персонала в предпенсионном возрасте. По инициативе правительства в стране реализуется ряд социальных программ для медиков. В частности, это выплата одного миллиона рублей подъемных врачам, желающим работать в сельской местности. В свою очередь, Ямал выплачивает еще один миллион. А вот для городов эта программа не действует. Мы вчера с главой администрации Александра Александровича решили выйти с предложением, в частности, через нашу Думу. На этой Думе планируем озвучить этот вопрос, выйти на законодательное собрание Ямал-Нецкого автономного округа с предложением о том, чтобы и в наши города, вот такие города, как Муравленко, тоже сделать губернаторский миллион с целью привлечения специалистов. Потому что кадровый вопрос, конечно, очень сейчас один из основных проблемных вопросов в здравоохранении. Но я думаю, что и в других областях это тоже будет сказываться. В городе напряженная ситуация с врачами-педиатрами. Их требуется четыре человека. Остро нужны анестезиологи и врачи функциональной диагностики. Для решения проблемы была проведена встреча с представителями Тюменского мединститута, где была достигнута договоренность, что в мае-июне руководство Муравленковской больницы встретится с выпускниками этого года и попытается привлечь их на работу в наш город. Муниципалитет обязуется обеспечить их жильем. А вот что касается оборудования, то оно есть. В 2012 году на модернизацию было затрачено более 30 миллионов рублей. За эти средства был приобретен новый рентгеновский аппарат, искусственные вентиляции легких, аппаратура для лаборатории. Кроме этого, департамент здравоохранения предоставил оборудование для оснащения целемедицинского центра, который находится в хирургическом корпусе. Он уже полностью смонтирован. Центр достаточно современный. Там есть интерактивная доска, там есть все для видеоконференций проведения. Там есть сканеры соответствующие для того, чтобы можно было передавать информацию непосредственно для тех специалистов, которые будут консультировать наших пациентов. Там есть док-камера. Наверное, вы знаете, что это такое современная аппаратура, которой можно даже какие-то объемные предметы передавать в эфир. Мы планируем с помощью этого телемедицинского центра организовывать консультации тяжелых больных с медицинскими центрами, не только с Алихарда, но можно и с Москвы, Санкт-Петербурга, где установлено такое же оборудование. Еще одна новинка – это телемедицинский робот в операционной, который позволяет консультировать хирурга во время операции. Полным ходом идет информатизация системы здравоохранения. В запущенные онлайн-услуги по интернет-записи на прием врачи имеют возможность ввести истории болезни в электронном виде, что значительно сокращает время на передачу информации по больному. Эрнест Варшин, Вадим Братчик. Новости нашего города. Новости нашего города.